Особо охраняемые территории. Фотовыставка под таким названием, посвященная Году экологии в России, открылась в Наринмаре. На экспозиции представлены работы научных сотрудников Москвы, Санкт-Петербурга и жителей нашего округа. Один из них, Игорь Образок, показал красоту региона с высоты птичьего полета. Он командир летного отряда. Благодаря любимой работе имеет возможность показать другим места самых отдаленных и труднодоступных уголков заполярного круга. Я люблю делать макросъемку. То есть, когда маленькие цветочки, например, когда цветет брусника, когда цветет голубика. И фотографируешь на макросъемку, и цветок на фотографии размером с арбуз, и его детально рассмотреть, он очень удивительный. Оценили искусство и первые посетители выставки. Студентка четвертого курса социально-гуманитарного колледжа Евгения Сидей подобные мероприятия считает уникальной возможностью для саморазвития. Я очень люблю такие выставки, потому что это позволяет, потому что я люблю свой округ, и это позволяет узнать те места, где я еще не была. Всего для участия фотовыставки особо охраняемой территории с жителями округа были представлены более 200 фотографий. Фотовыставка открыта для всех желающих в холле Дворца культуры Арктика до 15 марта. Сборная НАУ сыграет в главной нетелевизионной лиге КВН. Такая возможность появилась у заполярных КВНщиков по итогам фестиваля, который прошел в Москве. Команда из НАУ впервые выступала на главной сцене Дома КВН в Московском молодежном центре «Планета КВН» и снискала не только высокие оценки жюри, приз главного спонсора игр, но и путевку в Лигу «Лампа». «Лампа» — это центральная лига Москвы и Подмосковья, вершина всего столичного движения нетелевизионного КВН. Руководителем которой является Александр Масляков-младший. Сейчас, по словам капитана команды Надежды Польневой, у ребят сборной НАУ жаркий период. Уже в марте этого года самые веселые и находчивые команды со всей страны, получившие повышенный рейтинг или прошедшие во второй тур на фестивале «Кивин-2017», будут зажигать юмором в «Лампе» на главной КВН-ской площадке в Доме КВН. В гостях у сказки региональный этап международного конкурса-фестиваля под таким названием прошел на базе городской детской школы искусств. На протяжении двух дней юные музыканты и художники боролись за звание лучших из лучших. Конкурс объединил 228 талантливых ребят с ДШИ, поселка Искатели и Наринмара. Всего в этом году в конкурсе участвовало 228 детей – воспитанники детских школ искусств города и поселка Искатели. Детки у нас очень талантливые. Если кто-то побывал на этом конкурсе, даже родители не смотрят на своих детей уже другими глазами. Дети раскрываются. Те, кто первый раз приняли участие, они прямо на сцену вроде выходят испуганные, но когда сыграет, поняли, у них столько радости, и вот глаза сияют у них радостью. Это очень, в общем-то, хорошо, что дети не только в простой школе учатся вообще образовывать, но получают дополнительное образование. Все-таки это развивает детей. По словам Нины Ульяновской, с каждым годом программа, которую дети исполняют, становится все интереснее, а мастерство детей – лучше. В России началась Масленичная неделя. Традиции этого праздника уходят вглубь истории. Сначала он был языческим, несущим в себе три составляющие. Чествование прихода весны в надежде на плодородный год, знакомство молодых для создания семьи и дань уважения к предкам. С принятием на Руси христианства появились новые церковные праздники, но широкая Масленица продолжает жить и по сей день. На каждый день Масленичной недели существовали определенные обряды. В понедельник – встреча Масленицы, во вторник – заигрыши. На лакомке, то есть в среду Масленичной недели, тещи приглашали на блины с зятьев с женами. В широкий четверг происходили самые людные саные катания. В пятницу – тещи на вечерке. Зятья звали тещу на угощение. Суббота отводилась за ловкиными посиделками. Воскресенье называлось «прощенным воскресеньем» или «прощенным днем». В этот день все навещали родственников, друзей и знакомых, обменивались поцелуями, поклонами и просили прощения друг у друга, если обидели словом или поступками. В последний день Масленичной недели обязательно проводился ритуал с сожжением чучела. Сейчас, как и раньше, Масленица в селах и городах отмечается массовыми гуляниями. Шумно, весело и с главным блюдом праздника – блинами. По традиции народное гуляние пройдет и на главной площади Наринмара, где гостей Масленицы будут ждать спортивные состязания, конкурсы, веселые аттракционы, катание на лошадях и праздничная ярмарка. Самые смелые и отважные смогут продемонстрировать свою удаль в покорении масленичного столба. А самые быстрые и креативные примут участие в конкурсе по изготовлению санных устройств. «Веселые сани» 2017. Начало праздника в 12 часов 26 февраля. В Наринмаре прошла акция «Говорим по-ненецки». Это «Нунги», а звезды «Нунги» котя. Нина Баркулева и Фаина Литкова – носительницы ненецкого языка. Дали мастер-класс «Говорим по-ненецки» прямо в рейсовом автобусе. Следующего по маршруту – Наринмар-искатели. За несколько остановок кто-то из пассажиров смог выучить пару ненецких слов. А кто-то успел спеть национальную песню. Нашли среди пассажиров и настоящие знатоки родного языка. Один из них – Павел Вылка. Я говорю, что я в городе не встречаю говорящего. Чтобы таких говорящих на своем родном языке, как Павел Вылка, было больше и есть главная цель сегодняшней акции – «Говорим по-ненецки». Сегодня, когда у нас на ненецком языке говорит только старшее поколение, мы бы хотели привлечь внимание всей общественности, в первую очередь молодежи, детей. Действительно, и это большая проблема. Сейчас, по словам организаторов акции, нужно объединить свои усилия в сохранении исчезающего ненецкого языка, который занесен в Красную книгу ЮНЕСКО и Красную книгу языков народов России. Ведь Международный день родного языка – это не только когда вспоминать свой родной язык, но и проявлять солидарность, взаимопонимание, терпимость к тем народам, которые живут рядом с нами. А каждому народу долген был, у каждого народа долген был свой народный язык. Если запрещать какой-то язык, это унижение другого, искорбление другого народа. На каком-то языке, где родился, там и пригодился, как говорится. У нас вся Россия, сколько у нас языков, и нигде не уничтожил Советский Союз ни один народ, который населял, хоть остались и единицы, но все равно он народ. И поддерживает свою культуру и свой язык. В этот день в самом сердце города и на самой оживленной улице Наринмара, улице Смедовича, представители разных народов, русские коми, татары, украинцы проявили солидарность. Прочитали на ненецком языке одно из стихотворений нашего общего писателя и поэта Прокопия Явтысова. Любовь Фирмякова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».